так на спидометре 1851 километр ровно выезжаю в сторону барнаула немножко даже за барнаул по новой трассе решил сегодня прокатиться съездить товарищу на дачу в общей сложности примерно 60 чем-то километров все поедем посмотрим время что-то пол второго добрался наконец-то на дачу к александр показывает свои строения будущие баня предбанник туалет уже готовый а вот этот душ знаменитый с двумя емкостями да да давай расскажи про них не перетекают друг другу ох классно как так у тебя исполохнуться можно это бы я сейчас сделал с удовольствием посмотри какой где вот этот беленький на той стороне вон он зеленый а это это был длиненую до ну ну бабушка живая но не моя бабушка выкинуть ну поняли ну понятно офигенно вот здесь идет вот эта зеленая емкость тут расходный бак он дополняет этот в случае необходимости душевой но и если вот когда воду на даче отключают он работает как весь местный резервуар и руки можно мыть да и руки можно мыть и воду набирать что-то посуду мыть блин а там не сделать такую же фигню не фигню а наоборот заход там вверху стоит от унитаза перекрывать давление долга действует внизу стоит обратный клапан то есть как только давление здесь пропадает клапан открывается и вот я пошла уже из бочки сюда понял когда там воду отключают и из водопроводов да и вон там стоит обратно это зимует да да вон там стоит обратный клапан и шум экран не очень не закрываю а где кого вот этот вот он вот он а вот сейчас у меня давление сейчас меня вода внешне хорошее давление вот как только я вода здесь пропадает ну смысле там отключают воду меня начинается вода идти отсюда руки моешь ты внешней водой а почему могу это и другой не но вот сейчас внешним час внешне чтобы не тратить теплую там дано вот она у меня классно были горячей тощи там стоит заборник вверху он у меня плавает на таком куске где-то на сантиметров в диаметре пенопласта да и снизу прицеплен то есть мне воду забирает сверху все это опускается по плавкам и где сам шланг который плавает там внутри в бочке что там сделано можешь залезть посмотреть сейчас маленькая отдохну может и залезу а там нет лесенки пытал душ душ классный сейчас у саша мне показывать мы вдвоем туда поместимся давай посмотрим вот нет молодец все четко сделал такие вот две бочечки а как они это если сильно раздует или нет того раздует но от жары не может а тут есть дырочки на воздух и спуске где-то есть вел специально вот я про это и спрашиваю ну ладно есть на честь не вижу сейчас внутри увидим сам придумала где-то посмотрел нет конструкция вот он поплавок поднимаем поднимаем опачки классно вода тепленькая прям хорошо вот здесь классно и там также да и там просто перепускает это что всякая параша не летела до водичка чистая была а здесь у тебя это от унитаза поплавок да все понял это по военному сделал как два бака чтоб сто процентов хватал душевой табак вот этот мы сечу с этого добавляется автоматом можно перекрыть вот так добавляется заказывал были это такие бочки а вот он вот виды ручки понял вот он отверстие это вот он это сейчас маленько подсыкает да это куда просим офигительно а там внизу стоит вот один перепускник вон там видишь труба между ними да 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 и вот там второй стоит это на рукомойник да или как это обратный клапан стоит вода кончается он начинает брать отсюда в мою систему его уже не уходит а мою берет отсюда это как резервный бак то просто офигенно давление есть она его закрывает все я понял давление пропало он открывается ну спасибо за информацию информацию чуть-чуть но кто-то и не знал где например и не задумывался с соседей кружек сначала на меня пониже понижена на хера ты строишь такой типа неудобно ну что это самое заморачиваешься его рассказывать камеру работает здесь кран . кран обычный касты и шаровый здесь если очка от душа а почему труба потому что бабушки чтобы дотягиваться давни сил не хватит я сделал такой вал на нем поставил ручку понятно сейчас открою вот так вот берешь очень легко очень плавно регулируется классно пользуйтесь господа спасибо ничего классно после слове просмотренному ролику от души у александра значит я хотел бы показать схему которая александр использовал в подключении своей системы душевой системы так сказать это вот его душ внизу схематично наверху две емкости по 200 литров две бочки назовем это бочка 1 бочка 2 к этим емкостям подходит из магистрали водопроводной по трубам пластиковым вода здесь ее перекрывает кран и также установлен обратный клапан внизу второй емкости установлен тоже обратный клапан который срабатывает когда в магистрали нет давления и открывает доступ со второе со второй емкости в кран рукомойник а вот этот обратный клапан перекрывает трубу потому что сверху когда в магистрали нет давления сверху из душа из этих двух бочек вот через этот вот отвод может уйти вся вода поэтому в данной схеме используются два клапана далее бочки между собой соединены патрубка на котором стоит тоже кран это я про шаровые краны говорю в бочке номер один находится поплавок поплавку сделан шланг от обыкновенной стиральной машинки гибкий чтобы забирать верхнюю нагретую воду в душ во второй бочке установлен поплавок от старого сливного бочка видимо нашелся такой человек взял можно купить новый конечно далее все все это вся система может работать автономно если в ней есть вода а вода в ней автоматически поддерживается вот при помощи вот этого поплавка когда еще раз хочу рассказать когда магистрали воды нет вот в этом кране и в душе вода все равно есть но она конечно не под таким давлением как магистрали но давление достаточно хорошее потому что высота как вы видели на видео бочек ну примерно высота два с половиной три метра это где-то 0 3 очка грубо говоря каждый метр высоты 0 1 очко добавляет насколько я знаю вот и в чем-то ошибаюсь вот примерно так кому-то может быть понравится сделайте то же самое я вас уверяю дочь душ классный мне очень понравилось показал жене на видео и тоже захотелось но не знаю возможно будем делать все всем пока кому понравилось видео ставьте лайки а